Слава Украине! Привет всем от Полонского! Я крайне редко смотрю помойное шоу, типа там помета, боброедки и так далее, и так далее. Ну потому что мерзко и никакой толковой информации оттуда не получишь, там одна пропаганда и полный бред. Но иногда куски попадаются там 20-50 секунд, которые любопытно посмотреть, чтобы сделать определенные выводы по поводу того, насколько свихнулась сопредельная территория. И вот один из таких роликов сейчас у нас на телеграм-канале, ссылка как обычно внизу в описании к данному ролику. Да, и это просто классика. Значит, помет и еще несколько таких же, как он, пропагандистов там в студии, и один друг, в том числе, по-моему, Марков вот этот сбежавший, да? Одессит. Да, и они рассказывают друг другу о том, какой плохой Янукович. Я не понял, это ваша креатура. Да, и значит, и сидел он три раза, а не два раза, и шапки срывал в туалете в женском, да? И, знаете, с таким смаком рассказывали о том, как, значит, овощ снимал шапки с женщин в женском туалете. И, знаете, такое впечатление было, что они рассказывают о собственных чмобиках, которые с унитазом носились по Буче, удирая из Буче из-под Киева, да? Ну, просто вот в таком же ключе рассказывали, и ничтожество он, и трус. Ну, то есть, что, вот не было слова такого нехорошего, какого они не употребили бы в отношении Януковича в этой передаче. Я себя, я вот слушаю и немножко не верю своим ушам. Я говорю, стоп, стоп, стоп. Янукович, это ваша креатура. Значит, мы правильно выходили на Майдан против такого уродца, который сфальсифицировал выборы. Ну, кроме Донбасса за него никто не голосовал. Не, ну, были придурки там, голосовали, но... Ну, в общем, только на Донбассе он так победил разгромно, и... Один Донбасс никак не мог устроить ему победу в выборах. Это все было сфальсифицировано, с моей точки зрения, да? Вот, к тому же он у нас уже схлопотал срок, и так далее, и так далее. Просто он... И теперь дальше идем, да? Значит, мы на Майдан против такого чудовища выходили правильно, в результате получается. Это раз. Второй момент. А кого вы у себя в Ростове приютили? И чего вы нам его не выдаете? На него уже давным-давно 120 запросов пошло. А кого это вы в Минск привозили 23-го еще февраля 2022 года, чтобы здесь в Киеве на царство потом поставить? Этого же, кого вы теперь заплевываете? Это кажется... Знаете, просто абсолютно... Они сами на себя наплевали. То есть, вы, получается, нам пытались насадить вашего трижды судимого. Уркагана, снимавшего в общественных туалетах с женщин шапки. Сами это признаете? И сами же привечаете его, создаете ему условия жизни и не выдаёте в Украину по запросу. Так, о чем можно с вами вообще говорить? Сами это признает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...